Ваша карта не действительна. Попробуйте другую. Я всегда верил в победу здравого смысла. Казалось, только он способен помочь преодолеть любую катастрофу. И этот год не исключение. Я до последнего надеялся, что стук здравого смысла в собственную крышку гроба вот-вот услышат сверху, возьмут лопаты и выкопают из могилы, в которую сами же его и загнали. Скажет, смотрите, он жив. Сейчас только отмоем его и будет как новенький. Эй, котик, заблудился? Ну ты что там, живой? Пластик. Ток не проводит. Не убивай. Каждый заслуживает второго шанса. Этот твой. Воспользуйся им. Я ошибался. Здравый смысл мертв. Дефибриллятор включать поздно. Невежество, ненависть и слепая вера в вымышленную реальность победили. И таким, как я, в ней нет места. Дом далеко, а прошлое теперь кажется лишь вырванной страницей из так и незаконченного комикса. Но это, то, что сейчас произошло, это не начало истории. Началось все гораздо раньше. Стив, ты нажал? Блин, Стив, ты можешь не только ноги снимать. Лей, давай лучше ты возьмешь камеру. Стив, давай камеру. Ну, побольше, чем у Стива. Знаешь, что говорят об этих местах? Ты про бредовую городскую легенду о хирурге, который скрещивает людей с животными? А вдруг не бредовую? Видела нашу соседку Тамару Павловну? Она просто один в один гибрид человека с гусем. Зубов в три ряда. Ну да, в прошлом году у нее зубов вообще почти не было. А она как раз любила по утрам устраивать здесь пробежки со скандинавскими палками. Думаешь, кто-то похитил ее во время такой пробежки и заменил клоном-мутантом, созданным из ее ДНК? Не стоит упускать это из виду. Постой, а как я узнаю, что тебя тоже не похитили, а на твое место не подсунули мутанта? Вдруг под маской у тебя дельфинья морда? А что, если из нас двоих дельфин как раз ты? И как нам это выяснить? Если меня чему-то и научил фильм «Нечто», кроме того, что нужно тепло одеваться, так это тому, что все чудовища боятся огня. Не обязательно быть чудовищем, чтобы бояться огня. Да, но монстр в фильме реагировал особенно живо. Все, что нам нужно, прямо как в фильме, взять друг у друга кровь, наполнить ей чашки Петри, потом накалить проволоку, опустить ее в кровь, и если она подпрыгнет, то перед тобой монстр. А еще можем найти сеть, позвонить спасателям, и они вытащат нас из этой дыры. Или ты просто воспользуешься своими суперсилами. Лео, у меня нет суперсил. Помнишь фильм «Мертвая зона», где мужик попал в автокатастрофу, очнулся через пять лет и научился предсказывать будущее? Почему ты постоянно говоришь про мертвую зону? Весь мир не основывается на фильме «Мертвая зона». Или основывается. Будь у меня интернет, я бы сейчас уже смотрел ее. Вместо того, чтобы позвать на помощь... Не кричи на меня. По-моему, у тебя лесное безумие. Стоп! А помнишь, как Стив разработал прототип приложения, который позволяет пиратски подключиться к спутниковому интернету? Бесплатный Старлинг? Неплохая штука, но нестабильная. Да и нужны геолокаторы, чтобы обеспечить покрытие сети, а то не заработает. Я хотела достать термос, а тут полный рюкзак геолокаторов. Блин, если раскидаем их по лесу, то может сработать. По коням! По коням! По коням! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Охренеть! Тише, монстр, тише! Ладно, соберись! Эй, ты в курсе? Что у меня могут быть суперспособности? Ты смотрел мертвую зону? Блин, до кого я спрашиваю, ничего ты не смотрел! Совместимость ткани 99,9%. Побочные эффекты, неконтролируемая агрессия, прожорливость, непереносимость острой пищи. Думаешь, я боюсь тебя? Ты прав! Ты пипец какой криповый! Но если ты считаешь, что я собиралась победить тебя при помощи этой веточки, то как бы не так! Никогда не выходи из дома без говяжьего дошика! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Кто-то всеми силами старался закопать историю с происшествием в лесу и нас вместе с ней. Попрощавшись с домом, мы покинули город. Субтитры делал DimaTorzok